В эфире рубрика Эко Пушкина. Сегодня я расскажу вам новости из области экологии, а также какие законопроекты в защиту окружающей среды хотят принять. Обо всем по порядку. Самый дождливый октябрь и самый теплый ноябрь. Почему погода нас балует? Октябрь 2023 года в московском регионе вошел в число 10 самых мокрых за последние 140 лет. Месячная сумма осадков составила около 113 миллиметров. В 21 веке это четвертый случай. Причиной стали атлантические циклоны, которые атаковали европейскую Россию. А вот аномальное тепло начала ноября – это следствие изменения климата. Мерзлякам оно может и на руку, но в целом картина не очень радужная. И в правительстве оценивают риски. И об этом следующая новость. Россия должна достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это закреплено в новой климатической доктрине, которую 26 октября утвердил президент России Владимир Путин. Доктрина признает, что изменения климата представляют угрозу для безопасности страны и здоровья граждан. Углеродная нейтральность – термин, который означает, что компания сократила до нуля выбросы углекислого газа и его аналога в процессе своей производственной деятельности или компенсировала эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов. Углеродно-нейтральное топливо не вызывает чистых выбросов парниковых газов или углеродного следа. На практике это обычно означает топливо, которое производится с использованием диоксида углерода в качестве сырья. Тепло еще не значит, что можно не переобувать машину, ведь морозы могут ударить внезапно. И пушкинцы начали активно штурмовать шиномонтажи еще две недели назад, но пока погода дала фору. 48 старых покрышек сдали автовладельцев в пункт приема «Мегабак» в Пушкинском. В Подмосковье с 15 октября по 15 ноября проходит акция. Жители могут отдать использованные покрышки и выиграть новый комплект резины. Чтобы принять участие в розыгрыше сертификатов, необходимо привести отработанные покрышки на площадку «Мегабак», сделать креативное фото с шинами, разместить фотографию в социальной сети ВКонтакте с хэштегом «Сдал шины на Мегабак». Победители получат сертификаты на покупку новых шин. У вас есть еще шанс делать это до 15 ноября. 8 новых контейнеров для сбора одежды в Яндекс.Маркетах. Компания совместно с социальным проектом «Помощь рядом» и благотворительными организациями установила в пунктах выдачи заказов контейнеры для сбора ненужной одежды в 8 пунктах выдачи в Москве и области. Собранные вещи будут бережно отсортированы и отправятся на благотворительность или на переработку. В Пушкино их можно найти по адресам. Улица Чехова, дом 1, корпус 2, Ярославское шоссе 149 и еще один в Авантеевке. Вещи, которыми не пользуешься, можно отдать и на платформе «Кормит». Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области продолжается работа по продвижению развитию проекта, поддерживающего охрану окружающей среды. Новый этап развития проекта «Кормит» направлен на активное взаимодействие с проектом «Мегабак». Основная идея – вещи, которыми не пользуешься, отдай на платформе «Кормит», а вещи, которые не пригодятся, утилизируй на площадке «Мегабак». Напомним, «Кормит» – это бесплатная фрисайклинг-платформа, на которой можно отдавать и находить любые вещи, получая при этом бонусы от партнеров проекта. Банный лес в Красноармейске не место свалки и не кафе для маргиналов, а место для экологичных прогулок, занятий спортом. Да, каким будет банный лес, вы можете решить сами. Объявляется сбор предложений по его благоустройству. Банный лес в Красноармейске имеет более чем вековую историю и относится к историческому памятнику природы. Он представляет собой хорошо сохранившийся для городских условий природный комплекс, который при правильном его использовании станет жемчужиной Красноармейска. Разработка концепции благоустройства лесопарка «Банный лес» проходит в рамках государственной программы Московской области под названием «Формирование современной комфортной городской среды». При благоустройстве создаются условия для экологической безопасности территории, а природная среда при этом бережно охраняется. Направить свои предложения по благоустройству природного объекта можно с 3 по 17 ноября этого года следующими способами – по электронной почте, в письменной форме в адрес администрации городского округа Пушкинский и посредством записи в книге учета посетителей по адресу Пушкина, Некрасова, дом 5. Новость, которую давно ждут экоактивисты. Россиян предложили поощрять за сортировку отходов. Такое предложение поступило в правительство Российской Федерации. Оно направлено на повышение заинтересованности в сборе мусора у людей. Система должна быть очень гибкой. Для жителей городов в качестве поощрения могут выступать бесплатная парковка или скидка на оплату ЖКУ. Для жителей деревень и поселков – бесплатные разрешения на заготовку рыбы или дров. А вот цирки с животными хотят запретить в России. В Госдуме рассматривают законопроект о запрете на использовании животных в цирках и предлагают внести поправки в статью 15 закона об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Уже более 40 государств отказались от использования животных в цирках. Связано это с жестоким обращением с животными при подготовке к цирковым представлениям. Так что, возможно, скоро на животных будем любоваться только в зоопарке. На этом у меня все новости. Увидимся в следующем выпуске нашей рубрики «Эко Пушкина». Субтитры создавал DimaTorzok